Ученик выпускного класса Иван после окончания лицея хочет стать востоковедом. Его всерьез увлекает история. В диктанте Победы юноша участвовал впервые. С историей у меня неплохо. Я достаточно давно уже изучаю ее и сам, и на курсах интересуюсь. Планирую на ЕГЭ сдавать историю. Полина пишет диктант Победы уже во второй раз. Первый был дистанционным. Говорит, проходить тест на знания в классе сложнее. Сильное эмоциональное напряжение. Откровенно говоря, вопросы нелегкие, вопросы сложные. Надо было подумать. Для меня самым сложным было задание, где надо было сопоставить годы и в нужном хронологическом порядке расставить события. Было очень приятно увидеть вопрос про Волоколамск, потому что буквально недавно я была около мемориала 28 панфиловцев. За успешно пройденный тест школьникам начисляют баллы к ЕГЭ. Это дополнительный стимул. Не только поддержать учеников, но и написать диктант Победы пришла директор лицея Ирина Стрижак. В прошлом году мы тоже проводили у себя такой же диктант. В этом году заранее все зарегистрировались на единой площадке диктант Победы РФ. У нас зарегистрировалось 15 участников. Все меры безопасности соблюдены. На каждом столе санитайзеры стоят. В этом году увеличилось количество вопросов теста. Теперь их не 20, а 25. При этом 5 из них связаны с боевой историей Московской области. На базе образовательных учреждений работало 45 площадок диктанта Победы. В Одинцовском округе зарегистрировалось на участие более 4 тысяч человек. Те моменты, которые проходили, те сражения, те великие сражения, мы должны о них помнить всегда. И мне бы очень хотелось, чтобы больше молодежи участвовало в этой акции, потому что мы должны знать свои и трагические, и великие даты. Лариса Евгеньевна участвовала в акции впервые. Перед тем, как сесть за парту, призналась, волнуется. А уже после написания диктанта Победы рассказала, что некоторые вопросы были действительно сложными. Над ними надо было хорошенько подумать и многое вспомнить. Свои результаты все участники узнают уже 30 сентября. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Продолжение следует...